к йогой с вами шумки мы продолжаем ради тюру по названию в упал так с вами нашли ведерко непонятно для чего птица будет расправлять крылья свои ну надо ли она мне почему я могу сюда зайти на могу сюда попасть вот там выше еще куда-то есть проход так сокращение путей открыл напоминание мне нужно жевать грант чтобы раз разрушить желтые блоки сознающих так типа монеты блин я вижу кинофильм понятно некоторое время назад брюсеры были с садоводами этого места некоторым из них очевидно нравилось выращивать свои лица а вырезать свои лица на всем как она там деревья на нем я понял могу посмотреть тебе бы хотелось тоже хотелось вырезать свое лицо на дереве кар руины храма блин туда еще выше куда-то может а убежал куда-то щели а так она еще обрушаемая на в принципе туда попасть на давайте пока что сюда пойдем так кинофильм кинофильм получен по факту я могу туда попасть где-то червячок но я лучше сюда покажу еще схожу так сохранились но это еще до задним кинофильмом и да по идее вот кстати он а что Хорошо. Короче, эта фигня все потом восстанавливает, поэтому... Ой. Мне интересно, куда я вообще иду. Ага, это как раз мороженое, которое я уронил. Рожок. Там нет мороженого, но все это еще довольно хороший рожок. Ты так долго хотел съесть его, что оно исцелить сильнее, чем должно. Короче, это типа хилки. Пипец, куда я иду? Мне может сюда нужно было прийти? Для посещения магазина, драгоценные камни, драйклоп, поднимите наверх, и я продаю самые лучшие предметы. Просто я не понимаю, куда идти, потому что здесь очень много возможностей. Так, ты уже нашел всезнаючего? Да. Отлично. Подземный тоннель? Подземный тоннель? Звучит странно. Я думаю... Я думаю, что я просто останусь здесь, пока кто-нибудь не откроет дверь. Удачи тебе. Вас не смешает то, что я уже зашел к вам? О, нет. Ты не сможешь попасть внутрь? Поверь мне, я перепробовал все. Что-то блокирует ее там. Думаю, нам нужно открыть и... Изнутри. То есть, продумано, да? И заметьте, что тут ночь сама приходит. Так, окей, мне нужно где-то еще найти... Руины храма. Что мне мешает? Сюда пойти? Я немножко не понимаю вот это... Разно так рода сказать... Куда я могу пойти, куда я не могу пойти. И куда мне нужно идти. Внимание! Впереди воронка. Ага! Ой, как хорошо, что ты... Что ты в ум. Что еще? Да, некоторое время я ведь... Себя как параноик. Ты видишь этот горш... Горшковидный шлем? Я нашел его у воронки. Торчащего в грязи. Почему-то он мне напоминает... Мне очень напоминает... Мне очень напоминает... Фнайкеров. Я знаю, что они были брошены в воронку. Но я все еще думаю о том, что они снова... Сберутся вверх. Или что-то в этом роде. Я имею ввиду... Никто ведь не знает, что на дне воронки вдруг там гигантский... Трамплин, который подбросит их обратно. А что делать, если они... Уже здесь? Нет! Не смеши. Прячься! Ты прав. Ганский трамплин, это смешно. Франкеры давно-давно побеждены. Нам не о чем беспокоиться. Забери этот горшковидный шлем от меня подальше. Он меня только пугает. Только... Так. Иди и возьми его сам. Окей. Спасибо за то, что... Заставил меня чувствовать себя лучше. Ты... Очень хороший вон. О! No bad. Ну вот тут, конечно, будет немножко тяжко. Понимаете вообще, куда идти? Шлем из бака выглядит мерзко. Явно создано не в умами. Так, окей, давайте тогда пойдем к воронке. Ты хочешь что-то сказать? Там что-то летает. Ты в своем уме? Про хвост. Короче, мне туда еще идти нельзя. Значит, в какой-то степени я правильно шел. Там еще такая музыка довольно злобненькая. Так, теперь у нас еще есть два варианта, куда идти. На одну единицу увеличили на максимум хп. Странно. Блин, а где я еще кино видел? Подождите. Хорошо. Ух. Хм! Ты... Ты... Я ну. Ты... Again. Готов-ка. Хм! просто я помню еще куда-то проход был где-то куда-то и где-то проходит положите надо немножечко посмотреть и вспомнить где еще был проход похоже что вниз все знающие что-то готовит как пока нас не было я бы предложил съесть это но похоже он использует в это слишком много жвачка ладно кара вот мне вот сюда надо как-то попасть в принципе да пойдемте как раз тогда фильмчики посмотрим блазерсы ах это кажется вторая часть диафильма вместе с гигантским упавшим храмом пришли блайн и небесный народ который выглядит совершенно как не из этого мира они вооружены как и франкера но только еще лучше и у них только 200 сильные ноги чтобы ходить они очень способны для того чтобы забираться и собирать вещи но почему-то их мысли кажутся чрезвычайно примитивными самое худшее в блайзах блайн ах заключается в том что у них есть странный инстинкт борьбы с камнями как вы уже возможно знаете блюстеры очень любят вырезать фигурки на камнях вскоре блайн уничтожили все наши лучшие работы как попытка успокоить их мы попытались продемонстрировать и мы забавную роль статуи создав для них одном статуй похоже на им так понравилось мы назвали ее спящий вертикальный камень вместо того чтобы разрушить эту статую было и начали поклоняться и надеюсь что это приведет их к чему-то несмотря на то что мы успокоили блайн а в последние несколько блюстеров ушли в течение нескольких дней даже если не считать что блайн перестали разрушить наши статуи они все равно забрали всю еду которую могли найти а также уничтожили красивые цветы и деревья которые мы когда-то создавали мы приняли судьбу сада и ушли это печально они вырастили такой красивый сад если они все еще были здесь я уверена не будут навещать меня каждый день очень интересно вот это награда нифига деньги то есть это не просто сюжет но еще и за это денежку дают да какие-то черви розовые черви это классический диафильм о войне с фрэнкерами во тот момент когда четыре раза спустились в этот мир фрэнкеры решили что они хотят править им сразу же началась война пришли тяжелые времена особенно для вумов у них не было возможности защищать себя от нападения фрэнкеров в то время как блюстер могли распылять блюсовую воду а спленкеры кидать камнями в умы были вынуждены использовать свой интеллект чтобы выжить через некоторое время в умы придумали специальный способ который приведет их к победе над фрэнкерами в ум с имени берц мульдер обнаружил ты груду силу при сам совмещение с пленка и блюстовой воды когда спленк контролируется с блюстовой водой спленк поглощает блюстовую воду и значительно увеличится в размерах спленк хеккеры будут бросать камни из пленка а блюстеры будут распылять на них блюстовую воду силы комбинации и строге ческим в умов три раз объединили свои силы и толкнули с фрэнкером вниз воронку и война закончилась в умы отметили свою победу построив дом в умов блюстеры пошли жить прямо рядом с ними в сад а спленк хеккеры пошли своим путем чувствую что им суждено построить тематический парк боже мой какой тематический парк мне жаль что я не могу жить в чудо с пленки это диафильм всегда хорош спасибо что принес его мне я потерял свой давным я не потерял свой давным-давно я вам дам водку и что взамен вот награда мудрым вы стали намного мудрее посмотрев этот фильм чувствуете себя отлично неплохо почему бы и не отдать и по халявной монетке так а теперь мы можем с вами спокойно подняться по пузырькам вверх ну нам нам принципе только сюда идти нас теперь не так много вариантов куда идти короче ни хера не понял ну ладно она типа уже заранее до открыл проход пока что игра довольно легенькая ну блин мини карта меня немножко напрягает но не очень удобно и поймал пойти по верху я помогу пойти по низу а и и и и смысле я не могу достать его ой упал он поехали а какие вообще сломал эти камни а я могу еще изменять этот угол падения стрельбы пипец у них кп о там где фильм типа диафильм типа демонстрирующий демонстрирующий фильм так я надеюсь что ты уже знаешь что об этом так знаешь об этом но это чайник хранения это сложно но если ты прыгнешь туда то будешь жить вечно даже если ты умрешь в этом чайнике ты переродишься он содержит очень особый вид краски он каким-то образом копируется твою личность затем затем когда твоя энергия может в другой раз мне не нравится долгие истории это место кажется очень важным вы знаете что делает алтарь монетки я не знаю что делает алтарь но я вижу во первых видеопленка этот походу и здесь нужно от четырех раз от каждой раз и что-то принести короче мне нужно камнеметатель это колонны должны держать предметы если у тебя какие-то нибудь идеи какие предметы должен разместить на них возможно хорошо давай еще ответы про хвост а то есть я просто должен добежать быстрее улитки так что-то нашел кусок с пленка невероятно плотный материал собирается плен хакеры на шестерки так теперь мне слейн есть слизни как дело быстро не знаю нормально а 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 Так, а теперь... Так, подожди, вещи. Как я должен понимать, каждая вещь должна... Ага. Короче, сюда он должен добавить еду. Неправильно, видите? Так, значит, вещи. Так, а то должен принести сюда еду. Сюда, иди с едой. Ставь, иди. Так, я понял. Поставь на алтарь, сука, еду. Давай-давай-давай, охар. Быстро на алтарь положил. Как видите, заставить его положить на алтарь. А, так это даже не тот предмет, который нужен. Ой, я не хотел. Хотя, что я туплю? Я же могу сам сюда залезть. В натуре, что я туплю? Ни хера себе. О, босс. Младь-ка, мина. О, босс. О, босс. О, босс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да ёлы-палы Он вообще лёгкий босс Я не понимаю цифрки 1,2,3 это что? Ага Ауч Фу, блин, я уже испугался Ну что значит 4,4,4 постоянно? Побеждён Воу Это был очень странный опыт Моё ведёрко А хотя... Подожди Давайте, ладно, до сохранения и закончим Что тогда, думаю, здесь мы с вами и закончим Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok